Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Разговор о медицине» и ее ведущий доктор Смирнов. Сегодня мы поговорим о безопасности продуктов. У нас в гостях Елена Николаевна Дубовицкая. Это руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области. Здравствуйте, Елена Николаевна! Добрый день! Елена Николаевна, тема очень важная. Мы все с вами понимаем, что питание – это очень важный фактор, который влияет и на здоровье человека, и даже на продолжительность жизни. Вы с этим согласитесь? Безусловно. Да, и вот мы знаем с вами статистику по многим исследованиям, около порядка 600 миллионов ежегодно выявляются заболевания или последствия именно от некачественных продуктов. И около 3 миллионов ежегодно в развитых и развивающих странах погибает даже от инфекций и отравлений, вызванных именно некачественными продуктами. Поэтому, конечно, должен быть строгий контроль, должна быть, конечно, на всех этапах продукции, пищевых именно продуктов. Давайте поговорим, каков контроль у нас в Российской Федерации и есть ли национальная программа безопасности пищевых продуктов? Безусловно, питание – это важнейший фактор, который оказывает прямое влияние на состояние здоровья человека. Причем это вот как раз тот фактор, который человек сам может регулировать. И питание, насколько правильно оно организовано и используются необходимые пищевые компоненты, оно влияет и в дальнейшем, и на наследственность, и на генетику. И человек сам самыми простейшими мероприятиями в организации своего режима питания, в организации своего дня может таким образом изменить свой образ жизни и повлиять на свое самочувствие и активную продолжительность жизни. Безусловно, в Российской Федерации, вы правильно отметили, существует четко выстроенная система контроля за производством пищевых продуктов, контролем на моменте производства пищевых продуктов, их транспортировки и реализации уже непосредственно покупателям, потребителям. В нашей стране существует стратегия обеспечения качества пищевых продуктов, утвержденная правительством Российской Федерации на период до 2030 года. В настоящее время действует и активно продвигается система цифровой маркировки пищевых товаров. Например, уже 18 групп товаров сейчас подлежит обязательному маркированию цифровым знаком маркировки. Это двухмерный цифровой знак Data Matrix. Здесь в 18 групп входят и пищевые, и непищевые продукты. Но в последующем, в дальнейшем, эта процедура будет расширяться. Все большее количество групп производимой продукции будет охватываться цифровой маркировкой. И, в общем-то, эта система, в первую очередь, позволяет четко отследить прослеживаемость продукта от изготовителя до прилавка. Так вот, производство пищевых продуктов, их транспортировка, их реализация требуют контроля сохранения того качества и тех полезных свойств, которые заложил изготовитель при производстве. Для этого контроля существует система проведения лабораторных исследований. Лабораторные исследования проводятся управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области на территории нашего региона. Они проводятся в аккредитованной лаборатории Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центра геноэпидемиологии в Ульяновской области. Данное учреждение имеет необходимую лицензию, необходимый аттестат аккредитации в соответствии с национальной системой аккредитации. И проводят полномасштабный, полноспектрный исследование, спектр исследований пищевых продуктов. Исследования проводятся и по микробиологическим показателям безопасности, и по санитарно-химическим, по физико-химическим. Исследуется остаточное содержание, либо наличие антибиотиков. Также проверяются показатели радиологической безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья. Кроме того, определяется наличие или отсутствие генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов в составе пищевых продуктов. Должна сказать, что вопросы обеспечения продовольственной безопасности в нашем регионе находятся на постоянном контроле. Мы взаимодействуем непосредственно с Министерством агропромышленного комплекса и сельского хозяйства по обмену информации в данной части. И в целом многолетний мониторинг показателей качества и безопасности пищевых продуктов указывает на то, что в целом ситуация стабильная. И показатели отклонений имеют место быть и по микробиологическим показателям, и по санитарно-химическим. Но они не превышают среднемноголетний уровень. Есть некоторое увеличение отклонений показателей фальсификации в пищевых продуктах. Это говорит о том, что практика недобросовестных изготовителей в использовании некачественного сырья, замена сырья на более дешевое сырье имеет место быть у некоторых изготовителей. И в результате исследования пищевых продуктов определяется подмена сырья, которое должно использоваться, на иные компоненты. Чаще всего это бывает молочная продукция. Когда изготовители заменяют жиры молочного происхождения, то есть само натуральное молочное сырье, на жиры растительного происхождения. Чаще всего это бывает именно таким образом. Поэтому при приобретении продукции я бы рекомендовала всем нашим покупателям, всем потребителям внимательно изучать, в первую очередь, состав пищевого продукта, обращать внимание на изготовителя. И если есть какие-то сомнения в изготовителе, обратиться к информационному ресурсу, который называется Государственный информационный ресурс защиты прав потребителей, ГИР, ЗПП. Он находится в открытом доступе, доступен для каждого гражданина Российской Федерации. И на этом информационном ресурсе в разделе информация о продукции несоответствующим требованиям набрать этого изготовителя, и появится соответственно выпадающий список. И можно изучить, есть ли случай выявления отклонений по какому-то конкретному пищевому продукту, где это было выявлено, в какой период. И затем уже руководствоваться этими сведениями при приобретении товаров. Этими же сведениями также рекомендуем всегда использоваться юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют закупки для организации питания организованных коллективов. Это важно очень, конечно. Особое внимание всегда обращаем на те хозяйствующие субъекты, которые берут на себя высокую ответственность в организации детского питания. Питание в летних оздоровительных учреждениях. Соответственно, забегая немножко вперед, скажу, что если такие факты выявляются, используется сырье некачественное, несоответствующее требованиям безопасности, требованиям технических регламентов. Это влечет за собой административную ответственность. И чтобы избежать ее, надо, конечно, внимательно поизучать множество открытых источников и подготовиться, прежде чем подписать договор на поставку, заключить контракт. Но это важно. Спасибо, Лена Николаевна. Ну вот чувствуется, что, конечно, со стороны надзорных органов идет колоссальная работа. Это ежедневная такая системная работа. Скажите, если говорить простым таким языком, вот покупатель пришел покупать пищевой продукт. На что нужно им обратить внимание? Вот все-таки вот этикетка, которая с лицевой стороны, она, как правило, это все-таки такой рекламный ход, как говорится. И с обратной стороны, на что нужно обратить внимание? Ну понятно, ну кроме срока годности, там изготовителей и так далее, на что нужно обратить внимание? И пищевые добавки, которые входят тоже очень часто в состав продуктов, они допускаются, не допускаются? Вот где здесь вот разобраться человеку? Приобретая пищевые продукты, конечно, нужно обратить внимание на этикетку, но перед приобретением всегда рекомендуем обратить внимание на соблюдение условий реализации. Если продукция требует особых условий хранения, температура плюс 2, плюс 6, то эта продукция должна быть только в холодильной витрине. То есть уже в магазине надо обратить внимание, где хранится продукция? Обязательно. Прежде чем приобрести товар, надо, конечно, посмотреть, а правильно ли эта продукция хранится в этой торговой точке. Холодильное оборудование должно иметь термоиндикаторы, либо термометры. И поэтому подойти, посмотреть на показатели этого термоиндикатора, термометра, для того, чтобы понять, те сроки, которые определены, они же определены при соблюдении определенного температурного режима. И если идет изначально в предприятии торговли нарушение температурного режима, это уже значительно повышает риски изменения, ухудшения микробиологических показателей безопасности. А при приобретении товара этикетка, которая по составу, либо очень мелкая, либо, наоборот, она бывает очень красивая. Вы, безусловно, сказали верно, что необходимо определить и проверить соблюдение срока годности, условия хранения мы уже с вами проговорили. Но еще надо посмотреть на состав продукта. Пищевая энергетическая ценность обязательно указывается. И нужно посмотреть рекомендации по применению. Определенные виды пищевых продуктов, они уже на этикетке содержат информацию о рекомендации, либо рекомендации об отсутствии возможности применения этих пищевых продуктов определенным группам населения. При непереносимости, например, каких-то компонентов. При непереносимости, например, если безалкогольные напитки содержат какой-то компонент, например, кофеин, и его состав более чем 150 мг на литр, эта продукция уже не рекомендуется, соответственно, подросткам, беременным, кормящим женщинам, ну и ряд других показателей. И на этикетке еще желательно посмотреть состав продукта в плане пищевых добавок, дабы избежать в дальнейшем возможных аллергических каких-то реакций и проявлений со стороны организма. Пищевые добавки, да, они имеют аббревиатуру Е. И, соответственно, да, идет цифровой индекс. Их большое количество пищевых добавок. Пищевые добавки используются изготовителями, чтобы улучшить качество пищевого продукта, улучшить его... Вкусовые свойства там, естественно. Вкусовые свойства, сроки хранения, органолептический вид. Это могут быть и усилители вкуса, и антислеживатели, и загустители. То есть это, Елена Каловна, это допустимо вполне, да? Это допустимо, если изготовитель использует эти пищевые добавки при наличии у них свидетельств о проведенной государственной регистрации. Вот как раз этот документ, его выдача и определяет возможность использования этого компонента при производстве, соблюдение сроков годности хранения этой пищевой добавки в момент производства, и, безусловно, рецептуру. Пищевые добавки используются очень активно, и даже самые, вот, например, распространенные, которые используются для продления сроков годности, бензоат, натрия, сорбиновая кислота, это тоже пищевые добавки, да. Поэтому надо обращать внимание на их наличие и, соответственно, свое состояние здоровья соотносить, возможно ли использовать в питании эти продукты. Потому что бывают жалобы на использование пищевых продуктов, в которых не было ссылки о том, что имеется арахис, часто бывают жалобы, возникают аллергические реакции, либо на мед. Поэтому этикетка должна иметь эти средства. Ну, в принципе, хочется так вот, это немножко радует, в какой-то степени даже отрадно, да, что все-таки вот изготовители, как правило, пишут, что там могут быть следы арахиса, предположим, еще какие-то компоненты там, да, то есть они предупреждают, и лица, у которых есть аллергические реакции, там, или непереносимость, они уже могут. Извещен, значит, предупрежден. Извещен, значит, предупрежден, да. Елена Николаевна, ну, есть такие глобальные проекты, я не могу о них не сказать, да, это в социальных сетях, это, значит, здоровое питание РФ, да, и еще один проект. Сам просвет. Сам просвет, именно прямо, он так называется, сам просвет. Да, так просто и это кардинально. По-старому. По-старому, да, но действительно, вот все какое-то такое лучшее, да, это хорошо забытое старое, да. Вот, скажите, пожалуйста, вот где можно с этими проектами ознакомиться, на какую аудиторию они рассчитаны, значит, и вообще вот на что они нацелены? Здоровое питание – это федеральный проект Роспотребнадзора. Вся основная информация, она выложена на сайте здоровопитание.рф. Информация там очень интересная, и она рассчитана буквально на аудиторию всех возрастов. Там есть и рецепты питания, есть и школы питания, есть конкретные блоки по питанию, связанные с какими-то возрастными особенностями, питание дошкольников, питание лиц серебряного возраста, питание студентов, на что требуется обратить внимание. То есть аспект здорового питания именно такого, да? В очень простой. В простой, такой доступной форме. В простой, доступной форме. Сезонное питание обсуждается практически каждый месяц. Рекомендованы простые продукты, которые характерны для использования в конкретный сезон питания, для того, чтобы питание было полноценным, разнообразным. Этот проект имеет и мобильное приложение, оно доступно. То есть оно рассчитано даже на общение какое-то, то есть обратную связь. На обратную связь. Соответственно, здесь есть и вопросы, которые можно освещать и в каком-то лекционном материале, при обучающих мероприятиях. И сейчас за последние два года в нашей стране лиц, которых действительно можно считать приверженцами здорового питания, их количество увеличилось до 79%. Если это 2,5-3 года назад было всего порядка 30%, то сейчас вот эта широкая разъяснительная работа о значении питания в жизни каждого человека, она уже дает свои плоды. Поэтому портал очень простой, очень хорошо иллюстрированный, новости ежедневные там всегда размещаются, поэтому я рекомендую его использовать всем. А вот второй проект, о котором мы с вами назвали... Ну да, вот «Сам просвет» в двух словах прямо буквально. «Сам просвет» — это часть федерального проекта «Санитарный щит безопасность для здоровья». Этот проект «Санитарный щит безопасность для здоровья» — это проект, который реализует наша служба, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Основная направленность вот этого федерального проекта — это создание периметра нашей страны в плане оснащенности лабораторных баз для быстрейшей индикации возможного инфекционного агента. Задача этого санитарного щита — в первую очередь идентификация любого патогена в первые 24 часа с момента его обнаружения. И в настоящее время на территории нашей страны действуют уже 153 ПЦР-лаборатории, которые определяют и имеют возможность, и оснащение для того, чтобы это было реализовано. Это главнейшая задача. И сейчас этот проект имеет дальнейшее развитие. Сеть этих лабораторий будет не только расширяться, но и будет продолжаться совершенствоваться материально-техническая база и обучение персонала, что немаловажно по реализации этой важнейшей задачи. А санпросвет — это часть этого федерального проекта, это стратегия телекоммуникационная, которая направлена на информирование населения, причем всех слоев, начиная от дошкольников и заканчивая нашими уважаемыми пенсионерами, лицами серебряного возраста, информацией по профилактике заболеваний, как инфекционных, так и неинфекционных. Здесь мы эту работу в нашем субъекте начали в этом году. И надо сказать, что организованные коллективы, которые первые у нас попали под охват проведения этих мероприятий, это школьники, это спортсмены, это учащиеся, которые занимаются дополнительным образованием, с интересом воспринимают информацию. И после каждого такого обучающего просветительского мероприятия мы проводим короткое, неутомительное анкетирование для участников этого мероприятия. Буквально 5-7-10 вопросов по здоровому питанию, по организации своего дня по питьевому режиму. Чтобы потом выстраивать, видимо, свою работу в дальнейшем. И вы знаете, у детей, как правило, это находит отклик. То есть слышат информацию, которую мы до них доносим во время рассказа, во время викторин. То есть здесь и лекции, и беседы, и рассказы. Где-то нужно еще там подкорректировать, где-то еще добавить информацию. То есть уже идет такая коррекция. И, в общем-то, как правило, дети, которые занимаются спортом, они хорошо знают о правилах питьевого режима, они лучше подготовлены о правилах, о режиме питания, чем дети, которые не занимаются в спортивных секциях. Вот наше мероприятие, которое мы сейчас начали, вот некоторые вот такие уже особенности, акценты у детей, которые имеют дополнительную нагрузку спортивную и не имеют, они уже сейчас просматриваются. Мы будем продолжать эти мероприятия в летних оздоровительных учреждениях, летом, в загородных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием. Дети это слышат, им это интересно. Не могу не спросить. Вообще, вот, конечно, у наших людей, конечно, есть какая-то обязанность все-таки, когда они покупают продукты, все-таки смотреть, следить за качеством и все такое прочее. Но у меня такой напрашивается вопрос. Просто вот рейды какие-то проходят все-таки, не просто по каким-то сигналам, а вот как-то системно, вот к производителям, кто производит продукты, чтобы все-таки наши телезрители понимали, что вот эта работа тоже идет, и что какая-то системная выстроенная такая структурная работа, именно по выявлению, ну, как бы заранее, как профилактика уже каких-то осложнений, вот этих отравлений пищевых, там, инфекций, это же очень важно, тоже такая системная работа. Я знаю, что у вас это колоссально проводится, да? Работа проводится постоянно, да. И здесь любые контрольно-надзорные мероприятия, плановые или внеплановые, в отношении предприятий по производству пищевых продуктов, предприятия, которые осуществляют оборот пищевых продуктов, да, лабораторный контроль проводится здесь обязательно. Выход происходит такой, да, в эти организации? Выход на эти объекты общественного питания, предприятия, которые обеспечивают горячим питанием наших учащихся, в летних оздоровительных учреждениях мы также будем это осуществлять. И эти мероприятия проводятся как в рамках контрольно-надзорных мероприятий, контроль за оборотом пищевых продуктов, но и в рамках профилактических визитов в образовательных учреждениях, это иная форма работы, мы тоже смотрим и насколько качество питания соответствует тем заявленным требованиям, которые указывают в меню оператора питания, ну, либо та организация, которая организует это питание школьникам. Но должна сказать, что еще есть одно направление, когда мы смотрим, как территориальный орган Роспотребнадзора, качество и безопасность продуктов, которые находятся на торговой полке. Это национальный проект «Демография», который реализуется на территории нашей страны. Мы, как регион, в прошлом году вступили в реализацию этого национального проекта, в части нас касающейся, и в этом году эта работа будет продолжаться. В первую очередь проводится анкетирование школьников-родителей, но вот если говорить о контроле за пищевыми продуктами на наших торговых полках, так вот в рамках реализации этого национального проекта будет отбираться продукция в 100 магазинах. Эти магазины определены методом случайной статистической выборки, и в определении этих торговых точек участвовало два института профильных нашей службы, институт биотехнологии в городе Москве и институт гигиены в городе Новосибирске. Исследуются, будут пищевые продукты не просто на, как я говорила, на микробиологическую и санитарно-химическую безопасность, но и на содержание микроэлементов, макроэлементов, витаминов. Это очень важно для того, чтобы понимать заявленные информации на этикетке, начало нашего разговора, и вот глубокий анализ, что же по факту там есть. Потому что обычные наши исследования в рамках контрольно-надзорных мероприятий либо профилактических визитов, вот это в этой части исследований не проводится, они просто не предусмотрены. А вот в рамках изучения глубокого, такого фундаментального, что же фактически у нас на полках есть, эти исследования будут проводиться в 100 магазинах нашего региона. Эта продукция будет отбираться, и отбор уже начат. Все группы товаров будут отобрать, кроме тех, которые не имеют массового спроса. Я думаю, хорошо, что мы сейчас часть этой работы вашей, огромной такой, тоже отразили для телезрителей, чтобы они тоже понимали, потому что хочется как-то идти в магазин и не бояться, да, и платить деньги. Платить именно за то, что написано. Да, это совершенно верно. Лилия Николаевна, ну сейчас очень такая дань моде есть, да, это вот доставка еды на дом. И у нас в телезрителе многие сейчас спрашивают, задают вопросы. Скажите, пожалуйста, вот насколько это безопасно в плане инфекционной какой-то напряженности, в плане личной гигиены, да, вот что вы об этом можете сказать? Да, безусловно, это услуга, доставка блюд, доставка пищевых продуктов сейчас очень распространена. Наверное, это хорошо для того, чтобы мы как жители, как граждане имели больше свободного времени, могли себя еще где-то реализовать. Сейчас мы видим все больше компаний, которые предлагают эти услуги по доставке. Но есть категории граждан, которые без этого даже, в принципе, практически не могут, и есть же и маломобильные граждане, и так далее. Совершенно верно, да, все это началось в ковид, в первую очередь. И тогда это сыграло важнейшую роль, когда непосредственно до двери доставлялась эта продукция, осуществлялся звонок, уходил этот оператор, который доставил, если требовался на личный расчет какие-то манипуляции были. Ну то есть все это началось именно тогда. А вот сейчас это имеет дальнейшее распространение. Сам доставщик должен быть одет, должен иметь при себе личную медицинскую книжку. Одет он должен быть либо в санитарную одежду, либо в какая-то фирменная одежда, включая головной убор. У него должны быть перчатки при передаче пищевого продукта. И потребитель вправе потребовать документы на те товары, которые привез этот доставщик. То есть если какие-то вопросы возникли, например, доставщику, что-то его напрягло, как говорится, если простым языком говорить, то он вправе потребовать документы, да? Да, это право, у потребителя есть потребовать документы для того, чтобы выяснить происхождение, качество, безопасность доставленных продуктов, либо блюд. И также следует обязательно обратить внимание на сохранность упаковки. Потому что транспортировка здесь могут быть какие-то моменты, которые могут увеличивать риски нарушения состояния упаковки. И вот в этом случае, прежде чем расплачиваться за товар, рекомендуем внимательно осмотреть упаковку, она должна быть целой, посмотреть документы, которые сопровождает этот товар. И потом уже, соответственно, если вопросов нет по качеству, то тогда уже только расплачиваться и обращать внимание на соблюдение сроков годности. Елена Николаевна, ну вот сейчас приближается летний сезон, да? Тоже весна, лето. Понятно, что это время отпусков, это активного отдыха. Здесь, конечно, более такие требования уже какие-то к санитарно-гигиеническим нормам и так далее, и так далее. Вот давайте сейчас об этом тоже скажем несколько слов нашим телезрителям. Летом риски возникновения острых кишечных инфекций, риски пищевых отравлений многократно возрастают. Почему? Потому что лето – это повышение температуры везде, в воде, в окружающей среде. А значит, микробная флора начинает увеличивать. Да, скорость размножения всех микробных клеток. Ведь микробные клетки, микробные агенты, они в естественных условиях, они присутствуют. Но количество их определенное является безопасным, а иное уже внесет риски. Поэтому здесь летом при приобретении пищевых продуктов нужно строже смотреть на условия хранения. Вот условия хранения, именно соблюдение температурного режима, оно здесь бывает летом критично, особенно когда наступает жаркая температура, холодильники начинают работать, не выдерживают тот режим, который должен быть. Это, опять же, несет сразу с собой высокие риски изменения микробиологических показателей безопасности. И летом всегда следует обращать внимание на соблюдение режима обработки. Летом появляется много ягод – клубника, черешня. И далее все это постепенно у нас растет, и мы это все употребляем в пищу. И тут нужно соблюдать требования по мытью этих ягод, фруктов. Тем более, что такие мягкие ягоды, как клубника, моются не очень просто. Если эта ягода была на земле один раз, если промыть это просто проточной водой, то, соответственно, песчинки могут остаться. Поэтому осмотр этой продукции, может быть, ее надо еще раз помыть, повторно, внимательно, увеличивает риски возможного заражения. И, безусловно, питьевой режим. Питьевой режим летом тоже требует своей коррекции. Требуется воды употреблять больше, полтора литра в день – это обычная норма нашего питьевого режима. Здесь до двух литров воды и, конечно, качество этой воды. Нужно смотреть внимательно, откуда эта вода набирается. И самое простое, от чего можно себя всегда уберечь, это исключить возможность заболевания кишечной инфекцией бытовым контактным путем. Это соблюдение правил личной гены, правила мытья рук. И, соответственно, это простейшее требование, но оно сберегает от многих кишечных инфекций, включая такие особо опасные, как, например, холера, контактный пуде распространения также возможен. При купании в водоемах летом не следует проглатывать воду. Вода в наших водоемах, которые используются для купания, она соответствует требованиям к поверхностным водоисточникам. Поэтому при употреблении такой воды случайно, может быть, при купании, также увеличивает риски и, возможно, возникновение кишечной инфекции. И, конечно, если есть какие-то особенности питания, новые пищевые продукты, которые летом появляются, если есть какая-то склонность к аллергии, здесь тоже надо быть внимательными, потому что новый пищевой продукт при осложнённом аллергии на череплоанамнезе может принести тоже неблагоприятные последствия. Очень хороший такой аспект, что вы ещё раз отметили, что всё-таки в любое время надо смотреть, но летом и весной обязательно условия хранения продуктов. Это очень важно, чтобы потом, как говорится, не на кого было пенять, потому что действительно это пишется именно для нас, обратная сторона этикетки, как говорится, продукта. Илья Николаевна, ну и уже по такой доброй традиции какие-то добрые пожелания нашим телезрителям, как от главы нашего распотребнадзора? Я желаю всем здоровья, желаю всем посмотреть, изучить портал Здоровое питание РФ и использовать в питании простые, качественные продукты для того, чтобы питание было, безусловно, залогом здоровья каждого нашего человека. Спасибо большое, Илья Николаевна. Такой вот интересный у нас разговор получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.